А чтобы будущее стало успешным, надо знать прошлое, интересоваться своими корнями, уверены участники фольклорного ансамбля «Слободка». Они решили возродить на Вятке праздники, что издревле были приурочены к святкам, масленице и покрову. Вечерку, точную копию тех, на которых веселились наши предки, организовали в областном доме народного творчества. Сюжет Елены Чихомовой. Долой все проблемы и заботы призывает всех Лариса Басалаева. Трудно поверить, но ее будни – работа с документами, оформление – виз. О пляске в любимом ансамбле «Слобода» – истинный отдых, уверяет женщина. Сердце, душа хочет фольклора и заниматься именно народным творчеством и петь народные песни. Душа замирает, когда поешь народную песню. Душа замирает от песен и плясок и у Сергея, руководителя строительной компании. Третий год он завсегдатый вечерок. Сетует на то, что очень уж редко они проходят. Здесь и мы танцуем, и гадаем, и даже целуемся и обнимаемся. Как приятно с молодыми, красивыми потанцевать. Вот вам и неформальное общение, говорят организаторы. И не только веселье ради. После наших вечерок уже образовалось несколько супружеских пар, например, мы знаем. То есть на святке нагадали, что замуж пойдет девушка. На следующую вечерку приходят и говорят, а мы будем гадать-то еще. Ведь мне нагадали, я ведь правда замуж вышла. Так что хотите – верьте, хотите – нет. Речь идет о Анастасии и Александре Смышляевых. Этой осенью любители народных танцев поженились. А началось их общение год назад на такой вот вечерке. Мы просто пришли, оба незнакомые друг с другом. И все из первого же пляса поняли, что все. Сплясались, как говорится. Женить бы не самоцель, конечно, говорят участники вечерки. Но отдохнуть, расслабиться, окунуться в русский танец – это у всех получается. Елена Чехомова, Николай Шахарбеев. Бюро новостей Давича.